Примерно такое количество макулатуры накапливается за месяц в одном крупном банке. А ведь бумага это отличный материал для переработки. Вторичное сырье пускают в дело на этом, на Чебоксарском заводе. Переработка макулатуры – многоэтапный процесс. Втор сырье сортируют, измельчают и очищают от примесей. Для производства бумаги необходима специальная масса. Пожалуй, многие удивятся, узнав, что в состав материала добавляют растительное масло, соду и крахмал. Директор завода Антон Васильев делает ставку на экологическую продукцию. Для переработки бумаги, кроме того, что целлюложа сама, которая вторичная, для удаления краски используется сода. Сода у всех на кухне стоит. Краска удаляется, получаются волокна чистые, уже вычищенные. Для того, чтобы скрепить эти волокна, чтобы бумага не развалилась в руках, применяется крахмал. Картошку, наверное, все кушали. Дальше. В процессе производственного цикла при высушивании бумаги применяются элементы на основе растительного масла, чтобы просто бумага не прилипала к сушильным барабанам. Растительное масло тоже, наверное, у всех на кухне стоит. То есть при производстве технологическом цикле бумаги не используются никаких либо... То есть есть производители, которые добавляют синтетические смолы для увеличения прочности бумаги. Но это отрицательно сказывается на ее экологичности. Открывая завод, Антон просчитал все риски. Большие объемы бумажных изделий завозят из других субъектов. В республике переработкой макулатуры занимаются единицы. Но начать свое дело и войти на рынок было выгодно с продуктом эконом-класса. По качеству наша бумага не уступает другим производителям. Но, как я уже говорил, то есть войти на рынок и предложив, вот да, этот рулончик стоит 10 рублей, у нас 20, но хороший. Его просто никто не купит. Надписью то, что она хорошая, убедить человека достаточно сложно. Его можно убедить только кошельком. То, что он увидит, о, а я за эту бумажку-то в два раза меньше отдам, дай-ка я попробую. Попробую, а то же самое, зачем я плачу в два раза дороже. Поэтому входить на рынок, было принято решение, то есть это эконом-класс. Вот, ну и, скажем так, это все равно самый большой рынок. Наша бумага рассчитана на среднестатистического потребителя. Вот, а это все равно самый большой плач населения. Стратегия бизнесмена себя оправдала. Спрос на местную продукцию растет. Но чтобы произвести бумагу, заводу постоянно необходим исходный материал. Макулатуру сюда доставляют тоннами. Раньше большое количество бумажного вторсырья вывозили за пределы региона. Нужды в нем у местных предприятий не было. Секрет, что во всех государственных организациях, частых финансовых организациях есть документы, которые классифицируются по тем или иным уровням секретности. То есть есть документы, которые можно просто сдать как макулатуру. Есть документы, которые подлежат измельчению. А есть документы, которые подлежат так называемому химическому уничтожению. Есть, которые сжигать должны. И как таковых услуг на рынке уничтожения документов выяснилось, что нет. Начали анализировать этот рынок. То есть, да, можно уничтожить документы, но их же надо потом перерабатывать. Ну, эту макулатуру. Либо сдавать, либо перерабатывать самим. Выяснилось, что в Чувашии тоже нет как таковой переработки макулатуры. Туалетная бумага в технологическом процессе – это, скажем так, самая простая переработка. Поэтому решили начать с нее. То есть, выстроить законченный полный цикл переработки, начиная от заключения контрактов с организациями, которым требуется уничтожить документы. То есть, мы заключаем и госконтракты, и контракты с большими, ну, крупными финансовыми организациями, потому что у них накапливаются архивы, каждый год эти архивы надо вычищать. Вот. И, соответственно, производим уничтожение этих документов на собственном производстве. То есть, в результате переработки никакой информации не остается. Проблем с нехваткой сырья у предприятия пока не возникало. Толчок к развитию бизнеса на макулатуре дал отмененный НДС на реализацию бумажных отходов. По экологическому законодательству они не имеют права уничтожать сейчас даже упаковку бумажную. Они ее должны сдать в последующую переработку. Соответственно, это, то есть, и с чебоксарскими многими предприятиями, и по республике предприятия есть, которые, они, когда им приходит сырье, в какой-то картонной упаковке. То есть, они эту картонную упаковку аккумулируют, они аккумулируют свои документы. Мы у них документы забираем на уничтожение. Это финансовые организации, у которых достаточно крупный документооборот, в том числе бумажный. Ну, наверное, все там, когда ипотечный договор или еще какой-то на покупку даже того же автомобиля. То есть, это достаточно крупный тип бумаг, и у них у всех есть сроки хранения. Основная, скажем так, масса документов – срок хранения три года. Сфера переработки в стране только начинает развиваться. В перспективе это должно привести к снижению объемов вырубки лесов. Специалисты подсчитали, что только одна тонна макулатуры, из которой вновь произведут бумагу, спасет более 20 деревьев. Перспектива за переработкой картона. За рубежом из этого материала производят продуктовые пакеты. В обиход бумажная тара в ближайшие годы должна войти и в Россию. Евросоюз запрещает с 19-го года применение пластиковых пакетов и пластиковой посуды, кроме ложек и вилок. Пока. Потому что они не смогли найти замену. Я думаю, что в обозримом будущем, через 2-3-4 года, это дойдет и до нас. Что в процессе производства, будем как фильмов американских показывать, выходит с большими картонными пакетами, а не с пакетиками целлофановыми, которых потом засовываем дома мусора и выкидываем в мусорные баки. В настоящий момент весь картон, который даже картонные коробки у нас производят в республике, опять же картон везут с Марийской, с Татарстана. То есть, ну, знают эти заводы, крупные производители. И, как бы, в Чуваше этого просто тоже нету вообще, ни в каком виде. То есть, и, соответственно, ввиду того, что этого в Чуваше нет, есть, опять же, рынок сырья. Если все пойдет по плану, то со следующего года в республике начнут выпускать крафтовую бумагу и картон. Спрос на эту продукцию повышается. Поддержку производителям готовы оказать и в правительстве региона. Увеличение доли рентабельно работающего бизнеса – главная задача одного из национальных проектов. В сфере МСП необходимы точки роста. Редактор субтитров А.Семкин